всем привет дорогие друзья всем привет с вами enter и вузе и сегодня мы будем записывать обзор на d france пред от маппера западло карта очень интересно я очень наслышан и enter мог бы зарулить но что-то пошло не так давай ты покажешь так как enter играл а я enter прошел а я точнее играл просто и чуть-чуть видел я сделаю первый взгляд ну в принципе сразу бросается в глаза это хороший дизайн очень-очень все так мелочно так скажем это все очень много времени требует хорошо тут у нас справа от старта получается у нас лежит верната и прямо ракета в принципе тут рампа туда же стрейк наверно можно туда залететь я сколько пробовал не смог попробовать ну да значит залетаем с ракет наверху у нас много-много шардинок дают патроны гранатам не знаю пока зачем так намного б.с. также к кристообразная комната есть регион зачем немножко хейста совсем давали он наверно бесполезный по сути и одна ракета и видим внизу об звук горит г значит голу значит без прыжка у нас есть граната у нас есть ракеты и нам надо наверх значит тут наверняка ловится об и давить надо гранату с ним делать этого я не буду в самом начале я просто залезал наверх это почти не заметил вот вот так то есть залазить можно и вот так здесь также кристообразная комната мига желтый еще мигающий желтый и ракета идти нам опять наверх у нас есть еще гранаты пожалуй ими воспользуемся и следующая комната дает нам 50 ракетов и лететь нам нам перелететь туда здесь здесь я уже не было если в той комнате я честно признаюсь каюсь играл а тут я уже не было это только видел это у нас своеобразные такие джемпадики которые будут нас постоянно толкать наверх тех пор на граждан верхник ну да но это возможно косяк западло экстерки а точнее фейдера так что тут у нас дает гранат там также дает гранат со стороны умираешь так и как мне скоро должен появиться неизвимость опять которая чуть-чуть придаст она по идее должна появиться только она медленно очень появляется так и тут по идее нужно делать 2x об эту или нет они 2x я а этой же карта не не сдавал позавочен а вот она давай дам обзавой ну сейчас я дойдусь куда-нибудь а хотя наверное не дойду да ну за грани позицию сохраняем нет сейчас но клипом как 4 и все дефрагеры читеры это прям отвечаю и так бьют на 50 рокетов дают нам в с дают нам опять же есть бесполезный опять же бесполезный регион что мы делаем возьмем вверх как я не знал вот честно вот я не на первый взгляд я не представляю можно залезть так вот тебе нужно вот чуть выше подняться да вариант есть стрельнуть вот в этот колок да ну в принципе у меня получилось ой клад теперь в эту стену x противоположен лети о и тут финиш это финиш а 3 а триггер где а почему потому что 300 тамер не зацепил а ну да ну вот собственно такой подъем без читов честно я пока не представляю наверняка там это все очень простенько я думаю энтер нам расскажет подробнее давай еще попробую здесь на самом деле самом начале я пробовал и с трейфом как-то допрыгнуть разгонялся у меня ничего не хватает скорости чтобы нормально допрыгивать так здесь на самом деле очень много различных вариаций прохождения и западло умеет это делать но здесь валяются везде гранаты две штуки рокет который можно вроде как с него залезать наверх вроде как актуальным получалось то что в начале гранаты использовать то есть гранаты куда-нибудь являем куда-нибудь гранатой затем делаем распрыжку с этой гранаты пытаемся залезть наверх я думаю есть вариант использовать гранату с ракетой да и сразу наверх если с ракетой может быть получится залезть вот на тот уровень да там надо опять подбирать рокет и тоже там не просто залезать плюс плюс еще хп мой так там дальше не хватит там же надо еще то есть наверху придется подбирать мигу рокет возможно невидимости потом в следующей комнате еще придется невидимость подбирать вот поэтому поэтому у тебя есть свой вариант поэтому залезаем как-нибудь сюда с гранатой и здесь у нас есть ракета и невинность по классе вид как выяснилось здесь два варианта прохождения либо через как это либо через подборок вот этих вот шардинок набираем много хп потом берем пакету вот это вот берем пакету берем вот здесь сбоку гранату и даем граната вниз ловим ее и улетаем вверх и дальше в следующей комнате подбираем неудивность которая там тоже есть либо вариант когда мы здесь берем ракету берем вот прыгаем сюда берем здесь неуязвимость и дальше нам не нужно тогда за нее бегать то есть тоже два варианта пути я дать чуть дальше пройду и покажу как там разница и ну и дымку хорошо здесь я на самом деле долго думал как вот я беру неизвимости у меня с гранатами надо как-то залезать наверх какой лучший вариант есть как можно быстрее всего это сделать чтобы использовать поп и залезть наверх требуется или или вот таким вот образом кидай граната которая кидается в саму волку чем определенную точку вот она прям внизу взрывается крестом надо реально так чтобы она не застряла никуда не попала вот прямо сначала и так проходил потом в общем есть немножко другая другая дорожка если мы прыгаем от этой неизвимости куда-то вот вот этого краю и стреляем вот вот таким вот образом на два раза взрывается и как раз в том уголке она и взрывается ты читер батюшка нет просто чем раньше мыс я на самом деле думал ее это граната как-нибудь вообще отсюда стрелять то есть как то вот так он можно сделать чтобы надеюсь взрывалась но очень очень сложно получается и по таймингу неудобно и расположение у нее кривая каждый раз гулять реальному углу тоже там да скорее всего надо выставлять четко очень чтобы нигде наверно там расстояние ты надо замерять еще раз когда прыгнул и потом дальше попробуй пройти вот таким образом берем рокет выберем гранату берем неизвимость стоим здесь стреляем блин не тем он появится ну дай мне дай себе руки пунктов дыма ну и ты на и убедаем туда прям целепорт ничего все четко давай на самом деле очень интересно очень интересно теперь посмотреть действительно что как как ребята вообще прошли что они придумали каким вариантом воспользовались потому что как даже на первый взгляд когда ты только-только появляешься на карте сразу в голове куча просто вариантов как можно пройти ну по идее чем раньше гранату выстрелишь тем лучше но на самом деле очень сложно таймить и положение взрыва и все остальное вот допустим я с ракетной вижу здесь не залезть вот таким образом можно но во-первых медленно подлетаешь во-вторых как бы вы кудре нету даблджампа и все такое поэтому можно или как-нибудь вот так вот попробовать долезть она здесь в общем нет интересного либо гранатой как-нибудь здесь делать на в общем дальше надо было сохраниться дальше у нас есть здесь куча куча ракет он там есть неуязвимость если мы ее там не брали то здесь ее надо брать а потом от неизвимости прыгать да и teleport то есть ну как по мне это медленнее потом потому что потому что есть такая штука как тебе джамп важность ли джампа выпрыгнуть здесь от сюда делать рокет и прям сразу стили но это вот такой тоже момент кто как затестил кто-то возможно тоже размышлял над таким вопросом и у кого-то не получилось сразу на джампад попасть да вот как раз благодаря тому что можно с прыжка с рокета сразу прыгнуть джампад это это намного быстрее чем прыгать вперед подбирать возвращаться здесь прыгать и получается что в первой комнате выгоднее брать неуязвимость чем во второй здесь иногда существенную даже выглядит очень быстро окно вот дальше дальше у нас дальше у нас джампад кидает вверх а что здесь можно рассказать про это вот то что здесь можно сделать 2x то есть как вот туда а ну да я так подразумевал можно только хп седа или да сейчас сейчас можно но проблема в том что в себе им так не получится это летит медленнее да в кутре может помедленнее летит и тут спокойно и выловишь внутри все пьем тут к сожалению он летит быстрее его не успеваешь обогнать вот как раз такой тайминг до чувствуется как будто специально под руку 3 то есть мне кажется он все равно так задумал там не зря вот этот я думаю что даже себе можно так сделать но для этого нужно ракеты стрелять прямо как только касаешься джампада если ты прыгаешь снизу вот отсюда то есть я же делаю потом улетаю пролетая какое-то расстояние потом уже рокет вылетает но это дольше он 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 может он где-то на этой высоте он меня начинает вылетать и поэтому я его не успеваю обогнать однако если получится у кого-то не знаю сделать же сроки там потом прям по приземлению здесь вроде бы можно его словить но это очень сложно весь вариант попроще ну да есть вариант проще после делаем по рокета и слезаем сюда к воду ну да это вариант проще чем ловлю этот 2 2x и после подбора квады как бы нам вон туда наверх надо залезть но 2x как бы быстрее да будет все равно да он должен быть быстрее потому что нет вот такого облета подбора этого всего то есть сразу на летишь телепорт и от него если там сделать еще 2x сразу туда или там как-нибудь по стенке не знаю может еще к нему можно здесь кстати я думал что можно выстрелить вот в этот вот вот эту стенку то есть это же так думаю но к сожалению если ты снизу это делаешь отсюда у тебя получится только если ты возьмешь вот эту вот скорость тогда может быть получится это нужно прям пиксель-в-пиксель стоять чтобы после уже сразу выстрелить нее и в общем это сложно если попробую здесь чуть выше а то я вот эх в общем после того как 2 джон под ловится здесь если подбирается квад то в общем все просто летим к этой стенке стреляем и на финиш если не подбирается квад то наверно можно так же как нибудь с пробую группу а я на самом деле не пробовал можно здесь нормально без квада долететь до финиша вроде бы можно что же такое то может и нет в общем если роки там стенку выставить то да долетается вот сюда по ней мере у меня получалось это опять же вот это вот разнообразие дороже ко всего я когда этого складом принципе как обычным берем делаем от же как мы хотели а и на финиш получается да но в общем и ты залетел попробую наверное сейчас быстро это сделать может лучше отдавай по пару попыток как это должно быть еще вот такой да вариант из газы ну не вариант такая брешь в роутер что же такое то что если слишком сильно и ловишь что улетаешь просто вверх нужно еще и память очень хорошо рада ну enter это умеет все мы это знаем enter у нас читер у кого-то рождем просто чтобы гренками рыбывать лову это чит и вот вы да вы посмотрите что он делает а не получилось в общем после джампада мы и ракеты не то я получилось это сначала очень хорошо получу на самый краешек цеплять и тогда мы близко находимся к этой стенке а с его еще раз быстро пройду в общем-то вся карта это большой такой жирный вопрос вашего скилла на что ваш вам позволит то собственно вы сделает ну и gg да и царь она будет в общем будем смотреть демки может кто-то что-то придумает круче чем это то есть что могу сказать вот здесь вот если кто-то словит 2x то по любому секунду 2-3 свежет на систему кого-то получится или если вначале ты говоришь ты какую-то крутую дорожку начали видео а да но я не знаю насколько это быстрее в принципе суть в том что вначале берешь гранату потом берешь рокет также отстреливаешь гранатой и просто таймишь рокет с гренкой сразу до финиша ой до телепорта да но я знаю я подумал почему-то что возможно это получится да может я не таймил прям доска это и у меня хотя не получилось ни разу залететь репорт я долетал до уровня до 2 а дальше это как-то может и можно кстати но если словите нормально то есть еще хорошо прострейфить то есть ну словить вообще все затаймить хорошо идеально хорошо еще прострейфить сделать хорошие руки джамп и идеально кремку затаймить я думаю что в принципе этот вариант будет на рек может я попробую еще любить ну да ну что давайте тогда смотреть демки начнем с ваку-3 ваку-3 у нас 4 демки одна из них это от мяки пузо россия 46 секунд плей минута 20 целых полторы минуты почти он пытался ее пройти посмотрим у которой здесь насколько дорожка отличается я думаю но ютон я видел и спойлер ну чуть-чуть я видел ютунов в онлайне как он играл в принципе в уку 3 смотрится очень хорошо а в цпм если проходить и даже допустим твоей дорожкой клубка все стандартно да вот мы видим что особо он забыл рокет подобрать поэтому очень медленном начале дальше я говорил о том что даже если твоим роутом проходить то есть вот эти вот все равно остановки какие-то развороты для цпм это убийство динамики прохождение и в принципе соглашусь с мнением романа он же жан что карта принципе не под цпм и даже вот эти вот момент из 2x который ты не показал да они тоже по 2 q3 все равно сделал в этом плане ну да в цпм сразу да ну слушай филос классно прошел по идее конечно очень медленно там начали телепортом за задумался можно надо признать что карта действительно скилова и вот минута 20 то что он это сделал в принципе он прошел без особых косяков так ну грубо грубых ошибок в принципе похвально молодец докус россия пай побыстрее на 20 секунд я в общем-то не то что вы прям критику и карту запа просто ну такое небольшое замечание что интересно что не знаю надо более универсально это все делать чтобы и в цпм было динамикой и 3 это очень классно смотрится я правда я смотрел не отрываясь просто я там ставил чайник себе кофе делать и тут ютун прыгал прыгал я уж чайник остыл я до сих пор это насмотрю так что потерял добыл подобрать рокет с гранаты тоже интересный вариант кстати такого не было тоже нашел тоже придумал тут в принципе любой road будет уникальный по идее из больших таких за тупов вроде и 100 прошел по тему можно было немножко быстрее сделать некоторых местах ну мы тоже такие себе тут можно было быстрее вы главное если что ребят не обижайтесь дефраги всегда можно быстрее даже если это какой-то там лютый в р всегда можно на фрейм но может быстрее так что это нормально это как бы вам комментарий как бы чтобы стремились к лучшему и так следующий фрегант play 37 7 6 еще на 20 секунд как температура при гриппе 37 6 10 с ну что давай я видел свой комментарий покажи нам я удивлен к иной прям я поражу 3 уровень пока попал до ранее граната кинул но это тоже кстати уже признаки до скилата и то что он задумок с одни не единственный раз так делать он лайкс 2x уй ты хороший мой какой красавчик вообще кучу краса он задом главное у него видимо сенс очень низкий ему удобнее некоторые моменты задом выполнять это очень классно смотрит так мало кто делать я могу задом чуть-чуть там это повытребоваться но проходить вот так вот именно это очень классно следующее андет винтер 35 и 3 ой однополченец нашего энтера любимого посмотрим что сделал винтер но я думаю что он тоже сделал 2x подбирал рокет без гранаты наперёд ой зафейлил немножко как он ее стрелял удобно как четко против 2x да да 2x в которые здесь намного проще сделать да потому что ну что напоминаем дорогие друзья и ку-3 рокет летит на столбсов медленнее для нее то чем в который чем цепи следующее и тунг был занял первое место в 3 а до 27 и 6 еще на 7 секунд быстрее ну вот там это вот он в онлайне стал там на живутя прогрузить прогружилась когда ты видел гранаты залетел сразу наверх набрал как раз нужно словил гранату с рокетом интересно в уку-3 можно было сразу джампану или он даже еще и зафейлил да я думаю кстати тележампа как такового нет но там с прыжка может быть можно единственное очень неудобно потом разворачиваться если и целиться в этот в точку да вот в этом в этом суть что поздравим на туна с победой в q3 физики и перейдем к цепи м цепи м целый целый топ-3 сразу все красавчики мягкий вкус россия play 46 секунд но начало вроде попроще проходить с этим с рампой всем ну да но мне если будешь на самом деле еще играть мне будет очень интересно если у тебя получится вот этот раунд который я тебе покажу смотрим она подбирал много шардинок третий уровень проходил третий левел этаж еле-еле 2 хп осталось до лук на самом деле можно даже в воздухе можно кидать эту гранату и таймить ну не очень сложно то есть ну пока ты в воздухе ты очень много времени тратишь на то чтобы опуститься потом кидаешь гранату это еще ждешь 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 ну тем не менее топ-3 красавчик следующий турнир двадцать восемь секунд его на хорошее время 2 play до время достаточно солидные хотя мил удивил меня больше потому что турнир в последнее время я замечаю у нас под возможно не какой-то кризис тайм и все время не очень прям классные на подбирал шардинок затонял сразу все легко отлично еле-еле чуть-чуть высоты ты еще бы и не хватило бы я уж думал сейчас двоих будет да ну тем не менее неплохо в принципе достаточно быстро ну даже быстро я бы сказал никаких ошибок ничего такого нету гранату ну гранату единственно можно побыстрее ну а лучше затаймить на обе и сделать допустим не знаю сколько там срежется полсеки может срежется так и топ-1 мил в ларуси 26 9 победитель на the france пред enter не в счет потому что enter отправил после дедлайна после окончания отказать нет тогда нет безусловно посмотрим просто зачетов и не пошла в итоге победил мил за что отдельно я его поздравляю в принципе молодец очень быстро кстати нацелился хорошо затаймил грену не получился у него тележам к сожалению вот как ты кстати разворачивался в принципе ну очень хорошо прошел очень молодец красава поздравил ты реально вот молодец так держать окном у тебя есть мая дымка да да play 24 я уверен что здесь 24 можно даже моей дорожкой сделать потому что это все равно фейлил немножко но и с твоей как-то предлагаешь надо будет попробовать намного быстрее сделать попробуй мне кажется реально в принципе почему высоко подлетел когда подбирал этот рокет хорошо долетел до телепорта сразу чем под данный посуде вот тот же самый грубо говоря road мило да ну как у меня просто у тебя он как ну почетче побыстрее все по энергичнее плюс у тебя научился тележам да у меня получилось то что я во первых гранату немножко раньше кидал чем он не целился там в пиксель я ну да и после телепорта сделать или джампы сразу джампа запрыгнула и это да вот дало полторы секунды по ну а таблицу проходил этот мини турнир с 25 марта по 1 апреля секс прошедшим праздничком матерца подло спасибо макера да радуй нас больше чаще сильнее потому что я я знаю исходя из переписок в скайпе в общем чате у нас клановым я знаю что у него много много не доделать которые он ленится делать нельзя лениться лень зло на момент стартовал еще один competition варкап 170 на карте баг 10 rocket run буду думаю тоже участвовать если будет время атаку я и так гляну там и так уж прям совсем rocket run там одна-две ракеты может быть они лад их 5 и они только в ку-3 только в ку-3 ужас какой ну ладно в любом случае посмотреть в общем присылайте демки мы сделаем будем делать обзор на потом на эту карту посмотрите все же являйте нас являйте и получите заслуженный похлот отцов современного дэвтали всем спасибо всем пока всем удачи всем удачи спасибо за просмотр